Друзья, добрый день! С вами опять Катя. Я вас, как всегда, приветствую из Тусканы. Но сегодня не из нашего города, не из Кинчану-Терми. Мы с моим мужем приехали на озеро, озеро Кьюзи. Я вам рассказывала о том, что у меня муж очень любит ловить рыбу, рыбак. Вероника, моя дорогая подружка из Австрии, я тебя жду в Тускане. И как только пердемонокль закончится, приедете с Томасом. И ты будешь с моим мужем ловить рыбу, а я с Томасом буду говорить о высоких материях. Он мой муж, рыбак мой. Вон он удочку уже вытащил. Ничего не ловится абсолютно, но ему очень нравится сам процесс. Вот поэтому хотя бы раз в неделю он должен выйти на озеро, ловить рыбку. Сделать вид, что он ее ловит. Ничего не ловится. Я направлю режим больных к их выгоде. Я сообразно с моими силами и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я не вошел, я войду туда для пользы. Для пользы больного, будучи далек от всего намеренного, неправедного и пагубного. Я думаю, что вы догадались, откуда эта фраза, эти цитаты. Из клятвы Гиппократа. Друзья, я не знала, я вчера вечером только узнала о том, что оказывается практически ни в одном медицинском вузе студенты, медики, выпускники не дают больше клятвы Гиппократа. Я давала клятву Гиппократа. Я закончила Московскую медицинскую академию в 1996 году. Я не знала, что алкоголик Ельцин в 1999 году, тогда, ну понятно, он пропил страну, он пропил Конституцию, он пропил клятвы Гиппократа. Потому что все эти клятвы мы знаем прекрасно, где ему писали. То есть оказывается, с 1999 года российские выпускники, студенты-медики не дают больше клятвы Гиппократа. Они дают клятву российского врача. Следующий момент. В Израиле я узнала, что оказывается тоже больше студенты-медики не дают клятву Гиппократа, дают клятву израильского врача. Итальянские студенты-выпускники-медики давали клятву Гиппократа до 2004 года. В 2004 год, когда Соединенные Штаты Америки и страны Евросоюза, европейские страны, больше студенты не давали клятву Гиппократа. Наверное, дают сейчас клятву бигфармацевтического врача. Ужасно. Подождите, Гиппократ это 3 или 4 века до Рождества Христова. То есть 2000 лет давали клятву, теперь не надо. Я опять хочу процитировать профессора Монтанари, который сказал, что природу, натуру, ее подкупить нельзя. Болезни подкупить нельзя. Ну как, болезни можно, конечно, сфабриковать, спровоцировать. Но природу нет. Что ж это происходит-то? Я не знала, что отменили клятву Гиппократа. Потрясающе. Я почему решила процитировать ее? Я вчера все-таки, вы знаете, в себе придавила чувство брезгливости и посмотрела передачу киселя. Воскресный вечер с киселем. У меня на него рвотный рефлекс. Поймите меня правильно. Почему я хотела посмотреть? Потому что они обсуждали там тему. Ура, ура, потрясающая Московская медицинская академия. Сейчас это университет Сеченова. Поскольку это мой все-таки, мой вуз. Там уже изобрели вот эту прививку. И ее уже опробировали на добровольцах. Причем, значит, и среди этих добровольцев. А там они еще перечисляли институт Гамалея и клинику Бурденко. Значит, как было ими сказано. Ой, извините, пожалуйста, очень сильный ветер у нас сегодня. Я надеюсь, что записи это не помешает. Я почему этим заинтересовалась? Думаю, кто вот эти испытуемые, так называемые? Оказалось, что добровольцы, обычные светские люди, раз. И потом еще среди добровольцев были военные. Но военные люди, это, естественно, люди... Ну, военные люди, это люди подневольные. И, кстати, друзья, если вас интересует аналогичная история, аналогичный эксперимент, вы можете зайти на канал Кайдаруа, если честно, и посмотреть интервью с профессором Монтанари, где он подобные эксперименты описывает. Тогда и в Италии точно так же брались здоровые молодые мужчины, военные, со стопроцентным здоровьем. Вот, проводилось им, делали им прививки, и через какое-то время наблюдали, какой будет результат. Потому что сразу этот результат определить невозможно. Наука есть наука. Ну и получалось, что количество респираторных заболеваний увеличивалось в этой категории на 30%. Ну и, опять же, вот Кисель, вечерний Кисель, он показал еще светских людей обычных. Друзья, ну я что сделала, я всегда спрашиваю, конечно. Поэтому я написала, я сделала скриншоты и отправила вот профессору Баку. Посмотрите, пожалуйста, Паскуале Марио Баку отправила эти скриншоты и отправила Монтанари, профессору Монтанари точно так же. Ну, вы знаете прекрасно, да, что Монтанари, он человек исключительно интеллигентный, поэтому он высказался так, как он высказывался в интервью. А что касается профессора Баку, поскольку он все-таки судмедэксперт, другая профессия, он прошелся, в общем-то, по этому, по всему, достаточно непечатной лексике. Вот, и он сказал, нет, конечно, за эти эксперименты светским людям платят деньги. Но это вполне закономерно. Когда человек взрослый, в принципе, он может делать, он волен делать, что он хочет. Понимаю прекрасно, что сейчас очень тяжелые времена, экономически тяжелые времена, и, в общем-то, человек, он имеет право, наверное, таким образом подзаработать, чтобы там заткнуть дырки какие-то с банком и так далее. У каждого своя точка зрения на это, я никого не призываю. Но я к чему, почему я заговорила об этом эксперименте? Когда я училась в Московской медицинской академии, друзья, у нас был такой предмет «История медицины». Я не помню, мы сдавали потом зачет, или мы сдавали экзамен, но действительно поражала наше студенческое воображение история врачей, которые экспериментировали на себе. Вот я вам приведу пример. Вот Уайт, врач, например, доктор Уайт, который умер в Египте в 1802 году, после того, как занес себе в рану гной больного бубонной чумой. Что в начале 20 века врачи исследовали желтую лихорадку, которая убила огромное количество людей в Африке и в Америке. И тогда они экспериментировали новые препараты врачи на себе. Теперь посмотрите, пожалуйста, вот тоже история, я ее помню, кстати, с институтской скамьи еще. Вот когда Луи Пастер, он создал вакцину от бешенства, и опасались многие этой вакцины, и тогда врач Ульман предложил Пастеру провести опыт на себе. Он просто пришел к Пастеру и сказал, сделай мне прививку, посмотрим, умру я от бешенства или нет. Ульман остался живым, и это потом помогло распространению пастеровских вакцин. Вот смотрите, они экспериментировали на себе. Теперь смотрите, Гольдберберг Джозеф, который в 1916 году решил установить, является ли инфекционной болезнью Пелагра. И он взял материал от больных Пелагрой, кровь, выделение, износа рта, кожные чешуйки, и в течение месяца подмешивал к своей пище. Врачи. Вот они работали на науку. У меня просто вопрос, который возникает, друзья. Значит, вот эти врачи, если вы пересмотрите репортаж Киселя, вчерашний, которые об этом говорили, что это вот такая вещь, я допускаю, я все допускаю. Хотя как бы это не соответствует классической академической науке, но я все допускаю. Почему они не проводят эксперимент на себе? Если вот эта лаборатория, моей Московской медицинской академии, которую я закончила в 1996 году, я клятву Гиппократа давала. И Баку клятву Гиппократа давал. А, будьте любезны, внизу под этим видео я хочу оставить видео, мне мои подписчики вчера прислали, на одного врача, уже такого пожилого дяденьку, гинеколога, видимо, из Неаполя, который тоже в своем видео, он говорит, что он клятву Гиппократа давал. Он там говорит тоже про прививки, про вот эти исследовательские методы, которые назначают женщинам, которые вызывают некоторые заболевания. можете посмотреть. Вот женщины, когда назначают обследование, некоторые. В общем, тот, кто говорит по-итальянски, посмотрите, пожалуйста. Те, кто не говорит по-итальянски, я оставлю там внизу в закладке. Переведите там, особенно в конце интервью, в своей записи он рассказывает об этих методах, которые назначают женщинам. Вот он давал клятву Гиппократа. Так нет, просто я про что вам говорю, почему вот эти врачи из Московской медицинской академии, среди них нет ни одного, который сказал, вот, пожалуйста, мы всей лаборатории, мы уже взяли и привились, мы сделали эту прививку. Почему они ищут каких-то добровольцев для этого? Людей, которые априори не понимают, что это такое. Если вы понимаете, если считаете, что это вот такая вещь, сделайте на себе, проделайте на себе. Сейчас очень неспокойное время. Кисель, прекрасно. Ему можно даже несколько сделать. Соловьев, смотрите, в отношении Соловьева. Я посмотрела его выпуск, его интервью с Песковым. Значит, когда Соловьев задает вопрос Пескову, что вот эти люди, которые не верят в этот гриб, и, знаете, своей лексикой, как всегда, он там танком прошелся по таким людям. А Песков, он, конечно, более интеллигентный человек, он взвешивает слова. И он болел, да? И он говорит, нет, ну, конечно, это полная необразованность. И дальше слушайте внимательно. Песков, который человек, человек, который свои слова взвешивает, вы это интервью можете найти. Конечно, мы же имеем дело с новой болезнью, до конца не изученной болезнью. Святая Дева Мария, или как вот этот врач-гинеколог из Неаполя кричит, Святой Антонио, Святой Антонио. Если до конца не изучено Песков, который переболел, он говорит, что до конца не изучено, то какая прививка? Какая прививка, если до конца еще не изучена? Они уже сделали. Потом там Институт Гамалея идет, значит, потом Бурденко, клиника имени Бурденко и так далее. О чем мы говорим с вами? Я считаю, друзья, что спасение наше, вот когда такие люди, как Кисель, вот эти доктора, которые это все изобрели, и они говорят, что это такая вещь, давайте как-то организуемся и заставим их на себе показать, что это вот такая вещь. Тогда мы им поверим, чтобы они это сделали. Греф, который у меня девочка знакомая есть, она работает в Сбербанке, что он хочет обязать всех своих сотрудников проколоть. Так пусть он и его семья, там настоящая она у него, не настоящая, неважно, пусть они с себя начинают. Весь канал Россия, Мудозвон вечерний, Кисель, бога ради, и все остальные, которые нам все вот это рассказывают, вот с них, но только чтобы не пустышка эта была, потому что они же могут себе вести пустышку, не пустышка, а чтобы доказать нам, что именно вот этот препарат был введен. Какие проблемы? Тогда мы поверим действительно. Кто там еще об этом кричит громче всех? Вот с них и надо начинать, чтобы они показывали на себе. Они выходят, этот Мудозвон вечерний, и кричат, прекрасно, ура, так мы все счастливы. Да, конечно, мы все счастливы, если наука развивается, если она становится лучше, если она становится совершеннее. Кто бы не радовался этому? Все радуются. Но только почему они берут каких-то добровольцев, а не поступают, как вот эти врачи, о которых нам рассказывали, на истории медицины? Вот и все. Друзья, спасибо вам большое. Я вас очень люблю. И увидимся завтра. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok